Я знаю, что он обращался? Я не помню. Но он на работу выходил после того случая? В кадрах четверо сотрудников супермаркета пытаются утихомирить разбушевавшегося посетителя. Мужчина был улечен в краже, но сдаваться без боя не хотел. Он угрожал сотрудникам расправы, а чтобы не было сомнений в серьезности его намерений, схватил с полки садовые грабли. А вот кульминация схватки вор-неудачник достает из кармана нож и наносит удар одному из работников. Все произошло вот за этой дверью. Сюда, в подсобку, сотрудники магазина увели злоумышленника после того, как он попытался украсть продукты с прилавка. Работники действовали по инструкции, они задержали молодого человека и вызвали полицейских. Из подсобки разъяренный мужчина с ножом успевает выскочить буквально за несколько секунд до приезда правоохранителей. Я на кассе заработала, я только видела, как этот молодой человек бегает, лежит отсюда. Бежал мужчина к выходу, но ему снова не повезло. В это время к супермаркету подъехал наряд полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по району Преображенское в Восточном административном округе Москвы задержали мужчину по подозрению в попытке кражи товара и угрозе убийством сотрудникам супермаркета. Им оказался ранее судимый 34-летний приезжий. По словам работников супермаркета, их коллега получил незначительное ранение. В каком он состоянии? Нормально. Рука... Рука повреждена? Да. Я знаю, что он обращался. Я помню. Но он на работу выходил после того случая? В отношении налетчика возбуждено сразу два уголовных дела. Попытка кражи и угроза убийством. Максим Ларин, Арсений Лорехин, Петровка, 38. Продолжение следует...